Сельское поселение Кутузовское, деревня Жаворонки. На встречу с управляющим крестьянским фермерским хозяйством в рамках проекта «Герои химок» приехали представители администрации, депутаты, местные жители. Дмитрий Работкин здесь почти с самого основания предприятия. Этому хозяйству он посвятил 30 лет своей жизни. Поработал и трактористом, подменял скотника, замещал доярку и так далее. Все сельхозспециальности. На данный момент я могу, как говорится, посоревноваться по знаниям и зоотехникам, и с агрономом, и с механиком. Сегодня в хозяйстве работает 30 человек. На балансе несколько единиц специализированной техники 130 гектаров земли, которую используют в сельскохозяйственных целях. Для содержания, разведения и ухода за крупным и мелким рогатым скотом и выращивания для них корбов. Здесь находится свежая трава. То есть мы кочем, следом идем собираем в рулоны. При сборе этой травы свежей добавляется молочно-кислая бактерия. Чтобы не портилась трава. Чтобы не портилась. Так что мы теперь круглый год кормим свежей травой. Качественное питание, а еще забота и внимание к животным, регулярный контроль их здоровья позволяет избегать на ферме лейкоза, частого заболевания у крупного рогатого скота. Ну а продукция хозяйства, молоко, творог, масло, сметану и йогурт пользуются у местных жителей большим спросом. В нашем хозяйстве поголовье 100 голов. Из них 33 коровы дойные, телята, подростки, бычки. Стадо для нашего хозяйства большое. На протяжении многих лет в хозяйстве активно помогают местным жителям, откликаются на любые просьбы. При организации нашего хозяйства был такой случай, что многие отдали свои по их хозяйству. И, конечно, хозяйство до сих пор поддерживает тех людей, вплоть до того, что еженедельно молоко бесплатно выдается. И даже тем людям, которые с самого начала участвовали в организации хозяйства, получают пенсию. Небольшую, но получают. От нашего хозяйства имею в виду. Не отказывают в помощи и местные администрации. Любая просьба, это всегда, собственно, да, он идет на встречу людям. Помогает и администрации, да, у нас бывают сложные времена. Там где-то, может быть, снегопады какие-то. Он всегда готов предоставить технику. Спасибо ему огромное за это. Всегда он рад, собственно, нашим визитам. Мы ознакомливаем с жителями своего хозяйства. По окончании встречи жители окрестных населенных пунктов выразили желание, чтобы продукцию фермерского хозяйства привозили и в соседние микрорайоны. А сам управляющий Дмитрий Работкин попросил территориальное управление об установке двухдорожных знаков, предупреждающих о перегоне скота рядом с фермой. В администрации пообещали взять решение этого вопроса на контроль. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ.